Одни усиленно тренировались, другие ломали голову, чем бы удивить жюри, а третьи рисовали плакаты. Ночь накануне соревнований для многих выдалась беспокойной. Мы вчера готовились целый день, не спали ночь, так что вот надеемся победить. Папа у нас репетировал вообще в поте лица, сегодня у него коленки болят, дрожат. Но дочке все легко дается, я тоже очень сильно волнуюсь. У нас каждый год повышается количество участников. Если в прошлом году участвовало 8 команд, то в этом году уже 11. Это, конечно, радует. Соревнования проводятся уже пятый год, и с каждым разом команды к стартам относятся все серьезней. Некоторые участники понимают, чтобы выделиться уже мало хорошей физической формы, тут нужна форма особенная. Папа, кто же молодец? Говорите, что? Молодец. Папа хочет победить, хочет маму удивить. Джентльменский подход к делу тоже добавляет баллов. Перед таким франтом трудно устоять не только маме с дочкой, но и жюри. Если в визитке главный упор делался на музыкальность и оригинальность, то в эстафетах участникам пришлось конкретно попотеть. В изобретательности организаторам соревнований не откажешь. Восемь этапов, один труднее другого. Семейным командам приходилось строить дома и преодолевать висячие туннели, порой даже через слезы. У каждой команды надежный тыл. Самая большая группа поддержки у семьи Казаниных. Подготовились основательно. Три плаката, а на двух скамейках расположились. Заведующая детским садом, старший воспитатель, инструктор по физкультуре, дедушка, бабушка, прабабушка, друзья из соседнего детского сада. Всего 14 человек, включая годовалого Артема. Впрочем, последний подтянулся уже в разгар баталий. А начало соревнований мирно проспал машине. По итогам восьми эстафет три команды вышли в финал. Емельяновы, Торопчины и Коротких всем призерам подарили наборы для декоративно-прикладного искусства. Так что теперь эти дружные семьи вместе будут развиваться не только спортивно, но и творчески. А команда 79-го детского сада скоро отправится в Барнаул. Защищать честь города на краевом этапе соревнований. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков. Будни.